Ребята, всем привет! Сегодня у нас челлендж еда по алфавиту, а точнее по буквам нашего имени. У меня Милана, но чтобы было все поровну, будет Мила. То есть Лика и Мила, и мы сейчас справляемся в супермаркет, и девчонки будут покупать продукты на эти буквы. Я надеюсь, что я все наиболее. На 8 букв. Ну 4 у тебя и 4 у Лики. Но можно покупать не по одному продукту, а сразу по несколько продуктов на одну букву. В общем, вы не забывайте подписываться на наш канал и поддерживать нас лайками, а мы погнали в магазин. И главное, пишите, кто у нас сегодня победит, чьи покупочки, продукты будут лучше. Че это ты? Когда я, да? Да. На букву Лука я беру кукурузу. На пиво возьмем иммунот. Ты именно такой хочешь? Кубника мороженое. Есть еще тути-фрути, есть малиновый пламбир. О, Лика, груша-барбарис. Ммм, хочу мороженое. А груша-барбарис. У меня мороженое не съедит в этом челлендже, поэтому возьмем иммунот. А может такое давай попробуем? Нет? Нет. Ну ладно. Ну, ты милашку возьму, что круто. Молодец какая-то. Да, заботилась. Берем лапсу. Это на букву Л. Ну что, девчонки, показывайте, что же вы купили на букву М. Молоко. Итак, Милана на букву М взяла молоко. Милана, ты так много всего взяла на букву М. Что такое? А она мелодик. Ничего себе. Я нам много набрала, мне такая. Итак, на букву М еще Милана, смотрите, взяла вот такую большую банку меда с маточным молоком. Мил, прям М-М-М. Мед, маточное молоко. Классно. И морковку по-корейски. Вау, еще Милана взяла, смотрите, морковочку по-корейски. Это очень вкусно. Молодец, Милана. На буковку Л взяла лейс и взяла лапшу. А что у тебя там за лейс? С крабом? С крабом, конечно. Милан, какие твои любимые чипсы? Лук с кипаном или лук с белым. А с крабом любишь? Нет. Нет? Нет, я все люблю. Мне кажется, с крабом тоже очень вкусные чипсы. Ребята, пишите в комментариях ваш любимый вкус чипсиков. Если вы, конечно, любите их. Я знаю, что многие не очень любят. Да? Да. Есть кто вообще их не особо любит. Мы очень редко их кушаем, но если берем, то берем лейс именно с крабом или вот со сметаной. Значит, у меня тоже есть лук. Вот когда дойдешь, то лук. Итак, девчонки, вам приятного аппетита. Мы переходим к следующей буквы и следующая буква у нас. Итак, вторая буква Милана и Илика тоже буква И. Вы одинаковые взяли. Только я купила мороженое клубника. Это вкус новая. Новая буква. Да, это, кстати, новинка. Это груша, да, Милана? Да. И барбарис. А, и барбарис. И барбарис. А, Илика, это то, что я тебе говорила. Давай тоже возьмем. Ну, у Лики самый любимый вкус. Это то, что она взяла. Так, Милана, давай я тебе помогу. Беру. И мороженое. Вот это, да. И мед вы беру. И молоко беру. Кстати, Милана любит молоко. Особенно, знаете, любит молоко вот с трубочками, да, Милан? Трубочки, они бывают, так понятно, Алика уже выпила все. Трубочки бывают фруктовые, шоколадные, да, Милан? Малиновые, там, ягодные. А тебе помочь только открыть? Или выпить? Или выпить. Открыть. Только открыть, да? Смотри, тут скот внутри. Что за кот там внутри? Ребята, в общем-то, надо кот провести и тебе дадут миллион рублей. Да, конечно. Все бегом за МНР. Нет, ну мы введем кот, что попробуем. Может, сейчас выиграем. Один миллион каждую неделю. Ничего себе вообще. Я про рекламу не видела. Да? Да. Так, ладно, давай, Милана, будем пробовать вкус. Как лико пахнет. Ммм, вкусно. С Барбарисом. Вкусно, вкусно. Итак, мы переходим к следующей букве. Следующая буква. Я взяла лимонад. Ты его уже выпила, пока дошла до дома. И тоже Лейс. Только Милана взяла с зеленым луком Лейс. А я взяла такое куровье и взяла, позаботилась. О Милане. С моей сестрички. И взяла крупу. Крупу. Или кашу. Уж можно и так, и так, Милан. Ну, конечно, ребят, я его из пуды открою. А я куровье открою. Потому что я люблю печенье. Да. Особенно, когда много джемов. Кстати, я смотрю, там много... Не очень любишь? Кстати, я смотрю, там много джема. Мила, ну как твои чипсы? Ой. Ой. Ну, понятно, Алика, как сюда открывается. Я такая не одна. У меня это знаешь. Ух ты. Смотрите, как много здесь джема. Вообще супер. Я вот здесь мальчанка. Хорошие покупочки, девчонки. Главное, нам на долго покупать. Угу. О-о-о. Тут все посыпалось, ребят. Тут, по-моему, нужен будет пылесос. Пылесос и чипсы. Я забыла показать вам кукурузу. Итак, кукуруза точно ли. Ты же купила кукурузу сладкую. Да. Так, девчонки, а где она вашу букву А? Буква А произошел казус. Что случилось? А у тебя что было? Ты же что-то взяла, Мила. Что-то взяла. В общем, на А я забыла взять. Я хотела взять арахис и апельсин, но забыла. Про букву А вообще. Да, арахис и апельсины, ананасы. Милан, а ты что взяла? А я взяла аппетитное мороженое. Ой, хитрюга. Аппетитное мороженое. Вообще, это, конечно, можно на букву М. Не, ну, оно, конечно, клубничное. На самом деле, очень-очень аппетитное мороженое. Ну, ладно, можно сказать за счет. Лика, как же твои апельсины? И арахис. Арахис, Ален. И забыла. Ой, так бежала домой. И забыла. Ребята, бывает же такое. В общем, пишите в комментариях, кто сегодня победил. Лика или Милана. Потому что я не спрашиваю. Ну, у Миланы на самом деле тоже буква под сомнением. Аппетитное мороженое. Ну, как бы, почему? Аппетитное. А мороженое. Что-то, что ты тоже можешь купить, например, аппетитное. Ребят, аппетитная кукуруза. Пойдем? Зачет. Зачет, Лика. Раз мороженое аппетитное зачет, значит, и аппетитная кукуруза тоже будет зачет. Лучше, конечно. Лучше, конечно, чтобы это был арахис или апельсины или ананасы. Ладно, ребята, все, пишите в комментариях. Анчоус. Кто лучше справился с моей задачей. Анна, всем пока-пока. Пока-пока. А я попробую смотреть. А какое у тебя аппетитное мороженое там? А ну-ка открывай, Милан. Хотим на аппетитное посмотреть. Всем пока, я пошла. Алика, кот будет сейчас водить. Сейчас мы посмотрим на Милан на мороженое. Что же там за мороженое? Покажи нам. Ой, какое розовенькое. Губничное. Спасибо.